А вы знаете, что библейский Содом и Гамора это не про нетрадиционную ориентацию, а скорее про нападение на иностранных дипломатов, которое привело к военной спецоперации с применением оружия массового поражения. Там два ангела божьих пришли в гости к праведнику и у них возник конфликт с местными жителями, в ходе которого местные выкрикивали угрозы сексуального характера. Нападение на дипломатов это уже повод для войны, а бог не связан никакими пактами о ненападении и договорами о неприменении оружия массового поражения. Поэтому бог эвакуировал из города верных себе граждан и наказал город, в котором напали на его ангелов по принципу групповой ответственности. В общем, из-за нескольких экстремистов убил всех жителей. А заодно и соседний город попал в зону поражения, ну и пофиг. Сейчас бы это назвали военным преступлением, но в те времена это была норма. В библейские времена нетрадиционные отношения, супружеские измены или брак с человеком неправильной национальности, а заодно и демократические выборы монарха богом не одобрялись. Но по сюжету Библии бог вмешивается только когда люди начинают совершать неправильные религиозные обряды, неправильным богам, в неправильных храмах, построенных в неправильных географических локациях. Поэтому раз бог вмешался, значит настоящий библейский садомский грех связан именно с религией, а не с нравственностью. Нравственность в разное время и у разных народов бывает разная. И в этой области бог дает людям свободу, иногда правда неудовольствие высказывает, но не вмешивается. В Америке и в Европе, в отличие от России, есть даже ЛГБТ-христианские общины, в которых нетрадиционные отношения не считаются грехом. На основе научных принципов реконструкции исторических событий я даже могу предположить, как проходил садомский инцидент. У многобожников в разные времена и в разных локациях обязательно надо совершать религиозные обряды над всеми чужаками, входящими на подконтрольную местным территорию. Иначе гость может прогневать местных богов. Местные боги гостю ничего не сделают, но хозяевам навредят. В основе Библии лежит противостояние единобожников и многобожников. И единобожникам строжайше запрещено участвовать в религиозных обрядах многобожников. Я думаю, что в Содоме местные язычники устроили капище и совершали языческие обряды над всеми входящими в город, как это было принято у соседних народов многобожников. Разумеется, не бесплатно. Содом не Бибайна, все входящие платят. Ангелы в обряде участвовать, естественно, отказались. И за вход не заплатили. Они же ангелы. А могли еще и жрецам нахамить, языческих богов оскорбить, как это принято у библейских пророков. После такого инцидента жрецы, понятно, объяснили своим самым агрессивным фанатикам, из-за кого у всех в городе скоро начнутся неприятности, и двинулись на разборку к хозяину дома, который приютил оскорбителей чувств верующих. А дальше пошла эскавация насилия. Тот, у кого гости остановились, головой отвечает за их безопасность. Следовательно, хоть своих дочерей отдай, а гости пострадать не должны. А у дочерей есть зятья и слуги, которые будут защищать своих женщин. Так что намечалась серьезная разборка, в которую вмешался бог. Кстати, по сюжету, ангелы сначала не хотели заходить в город, потому что понимали, что их визит приведет к конфликту на религиозной почве. Но отказаться не могли, по этикету, иначе приглашающие их обидятся. Ассоциировать садонский грех с нетрадиционными отношениями начали средневековые богословы, у которых была цель с помощью Библии и демагогии объяснить населению нормы, существующие на тот момент, морали и нравственности. Искали и нашли что-то похожее на нетрадиционные отношения и рядом гнев бога. Следует одно из другого или не следует, в то время было строго пофиг. Если это видео наберет много просмотров, то мы расскажем про библейский персонаж по имени Онан, в честь которого названо «Запретное развлечение». Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok